Удар произошел вот сюда, в заднюю часть автобуса. Вот она, видите, вмятина. Такая довольно-таки серьезная. Ремонт только что купленного автобуса его водителю Роману теперь обойдется тысяч в двести. От падения на бок в нем выбило не только стекла, но и серьезно повело крылом. Появилось несколько вмятин. Продать такой автобус теперь можно будет лишь за бесценок, сетует водитель. Однако избежать столкновения, вспоминает, было не в его силах. «Что-либо сделать я уже просто не мог боковым зрением. Я уже просто думал, что хоть бы обошлось. И на момент почувствовал удар. Полился бензин, во-первых. Началась какая-то паника. Сразу не могли сообразить, что делать. Пытались открыть верхние люки. Потом решили разбить заднее стекло, вылезти через заднее стекло». Эти кадры в социальную сеть выложил кто-то из проезжающих перекресток в момент аварии. Видно, что женщина на Тойоте Гайя протаранила автобус, не сбавляя скорости. Хотя при составлении протокола она утверждала, что изо всех сил старалась избежать столкновения. От удара досталось и проезжавшему мимо водителю мопедом. Вот только от медицинской помощи мужчина отказался. Врач понадобился пассажирке автобуса, которую с ушибами грудной клетки доставили в больницу. «На данный момент возбуждено административное дело по данному факту ДТП и причинению телесных повреждений. Но уже установлено, что женщина на момент ДТП была абсолютно трезвая». Пострадавшие направлены в судебно-медицинскую экспертизу. По итогам данной экспертизы будет уже установлено, с какой вред причинен потерпевшему. Только после этого будет решено, какое наказание – административное или все-таки уголовное – понесет виновница аварии. За расследованием инцидента намерены следить и в транспортном отделе администрации. Тем более, что в текущем году это уже 15-е ДТП с участием пассажирских автобусов. И каждый раз виновником аварии оказывается водитель необщественного транспорта. «Город вкладывает большие деньги в улучшение дорожной ситуации. Однако без участия всех участников дорожного движения результат, конечно, получить будет очень сложно. Сегодня у нас на перекрестках стало уже нормой выезд на желтый мигающий свет, периодически проскакивает на красный свет». Хотя правила дорожного движения выделяют общественный транспорт из общей массы, приоритет последних на дороге водители почему-то игнорируют. Юлия Мишурнова, Иван Тананайский, программа «Город». Юлия Мишурнова, Иван Тананайский, программа «Город».